Добрый вечер. Вчерашнее событие номер один в автомобильной жизни не только нашей страны, связанное с Норвегией и Столтенбергом, породило очень интересный шлейф дискуссионных последствий. Мне понравилось то, что по поводу работы таксистом первого лица норвежского государства удалось, по крайней мере, в большом количестве высказываний найти две крайности. Первая крайность звучала сожалением. Столтенберг очень сильно рисковал собой, поскольку Норвегия насыщена брейвиками, и то, что он вдруг не получил пулю в затылок, это просто стечение обстоятельств. Это говорит о полной неосведомленности человека, но, с другой стороны, о его безоговорочной капитуляции перед нашими средствами массовой информации и пропаганды. А другая крайность — наше первое лицо не уверено, что не будет убито в аналогичной ситуации. Это во многом говорит о том, кто из них как поработал. Вот Норвег поработал таким образом, что он своей безопасности все-таки уверен абсолютно, поэтому спокойно может позволить себе выйти один на один с людьми, без зачистки города и без предварительного отсеивания пассажиров такси. И наше первое лицо постоянно, с одной стороны, оказывается в ситуации, когда он пытается быть другом всего, чего только можно. Другом амфор, другом стерхов, другом корюшки, другом шахтеров, другом рабочих завода, собирающего вагоны в далекой Сибири. Но при этом он всячески избегает непосредственных контактов с людьми, потому как действительно есть определенные трудности. И как только наше первое лицо, ну, по своим хотя бы делам, пусть даже с государственным оттенком пытается куда-то проникнуть, ну, предположим, поехать в Кремль на работу. Это, конечно, по сибору вызывает у меня изумление. Я не понимаю, с какой стати в Кремле должно быть хоть что-нибудь, имеющее отношение к работе государства. Кремль, знаете, даже цари себе такого не позволяли. Они в Кремле очень давно не живут, несколько веков подряд. Вот Ленин в Кремле квартирку себе выбил, Сталин себе квартирку выбил, ну, и там прочие достойные ребята той категории. Они как-то себе по квартирке хапнули в Кремле, очень были по этому поводу довольны. Так вот, с тех пор вроде как там делать больше нечего. И, тем не менее, если наше первое лицо вдруг по какой-то причине едет в Кремль, то он начинается транспортный коллапс. Если наше первое лицо едет куда-нибудь себе в Ново-Огарево, там наступает транспортный коллапс. А если оно вдруг под покровом ночи едет, например, из Ново-Огарева в ЦКБ, то тем более начинается транспортный коллапс. И в этой связи было принято решение как-то помочь развести наши два мира, чтобы мы не очень сильно пересекались, и чтобы наше искреннее отношение к перекрытию дорог не сильно пошатнуло веру в царя и отечество, а также в незыблемость рейтингов. И тогда на Красной площади устроили аэродром. Его не назвали именем Матиаса Руста, первого летчика, освоившего взлетно-посадочную полосу Красной площади, и устроили его за стеночкой, так чтобы это ни в коем случае не касалось беспечных голов горожан и гостей столицы. И выстроили Шереметьево-4 под прикрытием кремлевских бастионов и сделали площадку вертолетную. В начале этого года, если помните, предварялось как раз все это дело, дискуссия о том, как хорошо, когда наши миры не пересекаются. Поэтому как только наше первое лицо возносится на небо, нам здесь на Земле становится легче. И хотя это означает, что по земному маршруту в том же самом направлении должна ломануться срочно вся свита, а свита она ангельскими крыльями не наделена, поэтому ради нее приходится перекрывать. Но так или иначе, предположим, вот наше первое лицо, оно работает в Кремле, потом бац, обеденный перерыв. А там недалеко очень хороший буфетик есть. На Старой площади классный буфет и в Госдуме. Ну и, соответственно, для того, чтобы сгонять по-быстрому за бутербродами, а как вы помните, после развода, ну вполне возможно, что у человека действительно есть какие-то проблемы. Надо перекрывать центр, либо обходиться собственным буфетом, либо тем, что принес из дома. Короче говоря, вертолет — это оптимально. Оптимально. И как только первое лицо получило, я уже даже не знаю, как это называется, винт номер один, шасси номер один, ну вот самолет, он называется борт номер один, а вертолет как называется? Ну, возможно, тоже, да, борт номер один. Должно было нам полегчать. Наши миры не соприкасаются. И если есть только уважение к нашим делам, есть не то чтобы подозрение, но хотя бы декларативное намерение полагать, будто наши дела не менее важны для нас самих, чем его дела для него самого, то, конечно, правильно пользоваться вертолетом и не раздражать нас понапрасну. О том, как это выглядит на самом деле, мы убедились. И это особенно показательно на примере параллельного мира Столтенберга. Вот у нас вертолет первого лица есть. Он взмывает в небо, что очень удобно. Все желающие могут срочно пасть ниц и воздать должное той части тела, которая в подобной ситуации наиболее близка к ним. Ясно же, что вертолет над Москвой может быть только один. И тем не менее, практика вот что обозначила. Как вы помните, у нас прошлые выходные проходил в Подмосковье на достаточном удалении от столицы балаган под названием DTM, Deutsche Touringwagen Masterschaft. Это очень любопытная кольцевая формула. Там машинки похожи на настоящие, поэтому уже хотя бы вызывают какое-то понимание. То есть ясно, что вот это вот что-то несется, оно, например, Audi, а вот это что-то несется, оно, например, BMW. Тут есть какая-то хотя бы осознанность интриги. В отличие от Формулы-1, где зеленая проехала, а за ним проехала красная. И вроде как оно совсем крутое, а это крутое не совсем. В Deutsche Touringwagen Masterschaft и скорости большие, поэтому безопасность превыше всего. Немцы пекутся о том, чтобы безопасность была абсолютно безукоризненной. Молодцы в этом отношении. Есть у них такое правило, называется медицинский вертолет. Если вдруг происходит какая-то неприятность на трассе, то, как правило, гонщика после этого стремительно отскребают от асфальта, грузят тело в вертолет и увозят на опознание куда-нибудь в ближайший госпиталь. Если по какой-то причине вертолет не может залететь, гонка не проводится. И квалификация не проводится. И многие из вас, следящие за спортом трепетно, внимательно, не только с пивом, помнят, что произошло на квалификации. Квалификация это 4 заезда, причем квалификация это не просто по катушке, это довольно серьезное стратегическое и тактическое выстраивание в будущей гонке. И все 4 этапа играют очень важную роль, определяют дальнейшие позиции стартовые на следующий день. Было проведено 3 заезда, и вдруг перед 4 заездом выясняется, что вертолету запрещено взлетать, небо закрыто. Небо закрыто почему? А небо закрыто потому, что где-то на другом кусочке Московской области, даже не подозревая о существовании ДТМа, первое лицо на первом винте полетело по своим первым делам. И если Столтенберг один на один со своим народом ездит в одном такси, то наше первое лицо не может летать в одном небе с кем бы то ни было еще, пусть даже с вертолетом скорой помощи. Потому как на вертолете скорой помощи, ну совершенно понятно, что там срочно стоит какой-нибудь ПЗРК, и еще что-нибудь недостойное. Поэтому шмальнут, получим мы срочные выборы и печаль на долгие десятилетия. И когда наше первое лицо удостоилось от нас подарочного вертолета Ми-8, для того, чтобы не мешалось под ногами, занималось своими делами под грохот винтов, оказывается, что нам-то от этого не легче. Потому что, как бы мы ни пытались развести наши миры, но любое соприкосновение всегда не в нашу пользу. И если первое лицо у нас полетело даже на вертолете, которое завело себе для того, чтобы не стоять в наших пробках, то почему-то у нас все равно получается черт знает что. Немцы, конечно, были абсолютно изумлены тому, что вертолеты вдруг не дали небо. Они тут же остановили квалификацию, сказали, ну русский, раз так, значит, было всего лишь три заезда, все. Они определили полпозишн, поэтому завтра мы начинаем с той самой ноты, на которую прервали. Ну, то, что мы в очередной раз обгадились перед всем миром, абсолютно неважно. Но, с другой стороны, это подтвердилось, что наши миры, когда соприкасаются, нам всегда во вред. Поэтому мысль о том, чтобы столицу перенести куда-нибудь в Имикон, абсолютно правильная. Ведь раньше столицы в Москве бывали не всегда. И иногда гостили в других городах. Знаете, в Омске, например, была столица. Вот если куда-нибудь туда подальше, пусть летает на вертолете, пусть ездит на машине, пусть хоть на лодке плавает. Но, если можно, так, чтобы мы не пересекались. Новости. Пробок в Москве нет абсолютно никаких. Всего лишь жалких 4 балла. Полный транспортный коллапс на вылетных магистралях. Поэтому не обращайте внимания. Все у нас с вами хорошо. 65, 10, 9, 9 и 6. Ну, давайте попробуем поговорить. Илья, здравствуйте. Алло, добрый вечер, Сергей. Я являюсь некоторыми отношениями к мосту рейса и паткодрома, где произошло печальное событие. Так, отмена четвертой и самой важной квалификации. Вот. И, как бы, наблюдая изнутри, конечно, немцы были поражены. Особенно, когда им объяснили причину отмены. Алло. Легкое чувство позора было там в качестве присутствия на заднем плане? Ну, позор был огромнейший, потому что, ну, тяжело очень объяснить человеку, который не живет здесь, почему запрещен взлет вертолета, служба. Причем вертолет не какой-то там левый, а это МЧС. Как это называется? Веденый позор. Вот. Почему ему запрещен? Ну, это тяжело было объяснить. Но они поняли, то есть, как бы, руководство мосту рейса и принесли огромные свои извинения. Ну, немцы пришли с вами. Это первый раз у нас, первый раз проводят такое мероприятие. И, вернее, к счастью, что это был единственный инстинкент. Все прошло хорошо, на будущий год они опять в нас идут. Это еще хорошо то, что они у нас на Красной площади не гуляли. Потому что, если бы они посмотрели на то, как у нас медведи, у пьяных детей отбирают водку в ушанках, то они были бы, конечно, потрясены еще больше. Потому что... Ну, к сожалению, вот именно на основании вот таких вот вещей рождаются мисла про медведи, про ушанки, про водки. Когда запрещено выходить за забор, потому что, в другом конце, у нас в области кто-то где-то приезжает. Еще раз подчеркиваю, что нас боятся. Понятно, почему. Мы же мирные. Мы уже теми средств никого не срывали. Ни в кого не стреляли. Бомбами под кареты не кидали. Почему нас боятся? Я ни одного не могу понять. Мы же мирные. Мы же как толпа дорог нас ведут. Мы идем, тихонечко мучим. Почему нас так боятся? Каждым годом все стреляют. Да, причем у них ведь информационная осведомленность о происходящем у нас на самом деле несколько выше. Если посмотреть, что они пишут про нас в газетах или что они показывают про нашу страну, то там уже паника немножко другого порядка. Если раньше они боялись ядерной дубины и танков 68-го года в Праге, то сейчас они боятся, что наша нищета и бешеное самоуничтожение рано или поздно, как очень серьезная болезнь, своим вирусом накроет соседей. Если посмотреть какие-нибудь Евроньюз или BBC или там любые другие информационные ленты, то любой репортаж о нашей стране, он содержит обязательно не просто негатив, а некролог. О том, как корреспондент приехал в какой-нибудь городок, там 200 километров от Москвы, и берет интервью у бабушки, у нищей, несчастной, смертельно больной бабушки, которая валяется на помойке, и у нее спрашивают, ну как инновации, как вам 4G, а что вы скажете по поводу Евро-5? Вот и бабушка ему рассказывает по поводу Евро-5, про 4G, про инновации, про нанотех. И это происходит везде по всем каналам. Я каждый раз, когда оказываюсь за рубежом, я обязательно смотрю все их нецензурированные видеоблоки, и там обязательно каждый информационный вот такой отрезок, который обычно трехчасовой, трех-четырехчасовой, он обязательно содержит сюжет о России. И глядя на картинку России, ты понимаешь, что эти люди с дракольем, которые режут друг друга с утра до ночи, убивают друг друга, а сверху сидит бай в галстуке, который говорит о том, что все хорошо, они опасны сами для себя, но эта болезнь настолько заразна, что она может со временем поразить еще и мирных, тихих, которые по-настоящему цивилизованные люди живут в других странах. Нас бояться можно, потому что мы неразумны. А почему нас боятся наши власти? Вот я, честно говоря, немножко другое имел в виду. Почему нас боятся те, кто садится на вертолеты, запрещают выезд пожарного вертолета, выезд пожарного вертолета на другом конце Московской области? Вот что непонятно. Я не понимаю, почему скорая помощь с мигалками стоит при перекрытии Кутузовского проспекта, и только минуты через 3-5 гаисник так же махнет рукой, мол, скорая проезжает. Вот что непонятно. Почему нас боятся? Я что-то не помню, на последние годы, чтобы кого-то где-то взрывали, стрельба на Кутузовском, атака кортежа. Почему вот нас власти так боятся? Мы же тихие, мирные. Ну, ответ на этот вопрос довольно короток, но я вам его не буду произносить, а вы его вслух тоже не будете обдумывать. Да, иначе это статья, да-да-да, это статья. Ну, это целый комплекс мероприятий. Илья, у вас давно не находили в багажнике наркотики, нет? Чу-чу-чу, Сергей. Не надо так шутить. Никто не застрахован. Знаете ли, любая маленькая неприятность порождает большое количество наркотиков в багажнике, не говоря уж о каких бы то ни было нюансах, связанных с выходом на широкую арену. Был анекдот после прямой линии Путина, как раз появились анекдоты, что анонимный звонок, Владимир Владимирович, вопрос, а вообще как вам не стыдно? Ну, Владимир Владимирович отвечает. Отвечаю анонимы Иванова Дмитрия Сергеевича, поживающим по адресу такому, что мне не стыдно, а к вам уже есть. Да, 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 да. Стенарий не меняется, да. Извините, а хотел так коротко, как бы все-таки автомобильная тема. Давайте. Сдела КПРХ первого поколения. Что скажете вам? В красном анкале. Он по-прежнему привлекателен, он по-прежнему не обеспечен запчастями и по-прежнему является классическим американским автомобилем, у которого последнее, что помрет, это, скорее всего, будет мотор, а первое, что накроется, это все электрические разъемы, какие только в нем есть. Вот СРХ, что первого, что второго поколения, он очень интересно создан, он классно задуман, он любопытен в нюансах. И в нем нормальные советские болезни. Вот эта вот груда железа превращается в памятник на газоне, потому что у него сальничек где-нибудь протек, там какая-нибудь прокладочка отвалилась, какой-нибудь гровер не выдержал, что-нибудь там нечаянно перемкнуло. А для того, чтобы вылечить всю эту груду железа и вдохнуть в нее жизнь, нужно какое-то что-то такое вот божеское. Потому что даже DHL не успевает приводить запчасти, тем более как далеко и, увы, это не летит. И вот самым показательным примером того, что такое Cadillac и СРХ, это владелец дилерского холдинга, мой хороший знакомый, у которого как раз один из брендов это Cadillac, он завел себе СРХ, через полгода он плюнул и сказал, лучше я буду на чем-нибудь постороннем ездить, того, что у меня нету. Ну, чтобы я еще хоть раз связался с этим Cadillac. А это первое лицо. Я у него спросил, почему? Он говорит, слушай, ну задолбало, но он на подъемнике висит с утра до ночи, и я запчасти жду по несколько месяцев. Это человек, у которого финансовый ресурс такой, что он может купить еще пять таких Cadillac на запчасти, но в рамках вот дилерских своих полномочий он не в состоянии вылечить собственную машину. К сожалению. Понятно, понятно. Жаль, конечно, что такой негатив, потому что машинка, на мой взгляд, интересная и по мотору, и по самому подходу. Конечно, очень интересно. Это продолжение первых Audi Allroad, продолжение первых Outback, то есть это большой универсал, повышенной проходимости, с мощным мотором. Вот, Илья, кстати, вы абсолютно точно определили ипостаси этого автомобиля. Нам с вами никто не поверит, но это как раз американская версия Allroad. Это именно оно и есть. Да, люксовый, универсал, повышенной проходимости, с мощным мотором, да, вот именно что легковушка, повышенная проходимость, вот то, что у нас по ГОСТу, у нас же нет категории джипов, у нас в ГОСТе написано легковой автомобиль, повышенной проходимости. Вот он в чистом виде. Вот именно эволюция должна была и нас каким-то образом привести к чему-то подобному. Кстати, Сергей, вы заметили, что исходя из наших реалий, российских, на мой взгляд, на мой взгляд, американские автомобили наиболее полно удовлетворяют наши запросы, потому что всеядные моторы чугунные, соответственно, экономичность нас особо не волнует, клиренсы человеческие, колеса большие, мягкие, колеса огромные, то есть это не выжатые там полтора-150 лошадей, как у японцев там высосанных, все прям вырезано до микрона, а именно такой с запасом, по-русски, широко, вот как-то жаль, что далеко они от нас. Я полностью соглашусь с вами. Вот у нас две огромные страны, что одна с размахом, что другая с размахом. Если бы нас насильственно не сгоняли экскаваторами и бульдозерами в спину в одну конкретную Москву, чтобы мы только здесь толклись, а дали возможность развернуться в нашей стране, то как раз именно американская машина, начиная с такого простого бытового изделия, как Dodge Ram, Chevrolet Silverado, Suburban, вот это наше, вот это наше. И особенно предыдущих поколений, когда электроники поменьше, когда катализатор еще не являлся точкой отсчета в автомобилестроении, рама, что угодно, да, рама, мосты, чугунина, V8, а можно и V10, и нормально. Это уже перебор, это надо уже глушить на заправке, иначе никогда не заправится. Почему? А дизель V10 у Дюранга? Нет, 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 дизель не для нашей страны. Когда я смотрю цены на дизель на заправку, даже летом, дороже, чем 95, ну смешно просто становится. Если европейский, как бы, подход, что дизель дешевле, экономичнее, давайте покупать дизель, то в нашей стране, ах, дизель, вы хотите дизель? Пожалуйста, забираются цены, причем без всяких потевных, без всякой зимы, то есть цены на солярку у нас неадекватные, очень сильные. А на что у нас адекватные цены, Илья? А на сигареты. Не знаю, не курю. Ну, знаете, это вот как раз анекдот в тему. Чтобы мы не курили, нам подняли цены на сигареты, чтобы мы не пили, нам подняли цены на спиртное, а чтобы мы, видимо, передохли, нам подняли цены на ЖКХ. Потому что иного объяснения этому нет. Но у нас цена всегда берется с потолка, а ко всему прочему, ведь у нас всего 28 нефтеперерабатывающих заводов, и все они принадлежат той или другой монополии. И у нас только фас, такой тихо тявкающий, который ходит и говорит, фас, фас, федеральная антимонопольная служба. Она говорит, ребят, а что это у вас тут, картельный сговор? Она говорит, да, картельный сговор. Ай, как плохо, вы знаете, если вы будете себя так вести, мы вас накажем, мы вас оштрафуем. Ага, говорит нефтяное лобби. Поэтому цена на солярку у нас, как и любая цена, она взята с потолка. И у нас со времен еще советской власти нет ответа на вопрос. А вот, например, сколько стоит в нашей стране киловатт-час электроэнергии? Этого не знали при советской власти в госплане, это никто не знает сейчас. Как уходим, такую назначим. А сколько у нас один литр? А сколько у нас один килограмм чего-нибудь? А почему у нас вода столько стоит в кране? Да вот потому что. Потому что платим. Потому что, вот именно поэтому Столтенберг может спокойно сесть за руль такси и спокойно проехаться со своими гражданами, вежливо общаясь. Из серии, ну как вам, ребят, в стране? Ответ в нашей стране, вы же понимаете, его без глушителя можно расслышать. Новости. Никаких пробок в Москве по-прежнему не видно. Всего лишь 5 баллов. Всего лишь небольшой транспортный коллапс. 65, 10, 9, 9, 6. То есть все обычно, как полагается. Продолжаем разговаривать по поводу того, что интересует не только меня, но и вас. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Не подскажете мне по поводу BMW предыдущего поколения? Которой? Мне интересует седан 320-й, либо дизель, либо уже после рестайлика седан. После 2010 года тоже, наверное, двухлитровый двигатель бензиновый, который уже чуть помощнее. Соседий с лошадиных сил, по-моему, у него. Алексей, а какого рода подсказку вы ждете от меня? Кивок головы? Вот либо дизель, либо бензин. Если вы... по Москве или по области? По Москве, да. По Москве. В Москве есть четыре заправки с безопасной соляркой. И дизель, это, конечно же, приоритет. Даже для BMW, они молодцы, и вот именно двухлитровые дизеля у них замечательные. Прекрасные. Я очень много, да, наслышал. Прям совсем хорошие. Поэтому, если вот хватает смелости внутренней, то, конечно, очень правильная трешка BMW, это дизельная. Во-первых, у BMW самая правильная серия, это как раз третья. Ну, и даже их уродская копейка, особенно с багажником, с хвостиком, это правильно, потому что BMW должна быть маленькой машинкой. И она должна быть резвой, классной, интересной в управлении. С дизелем, с крутящим моментом под педалью выдающихся совершенно характеристик, это получается очень хороший автомобиль, сбалансированный. Сдохнет он точно так же на общих основаниях. Тем более, вы же идете за машиной, которая всегда воровская. Вы приходите на вторичный рынок, и там бандиту-бандита дубинку украл. Поэтому, вот тут, конечно, проблема. Найти машину BMW или Mercedes на вторичном рынке с честными документами, в принципе, ну, не бывает такого. Все машины либо ворованные, либо легализованные благодаря ГАИ, либо еще как-то. Вариант Германия. Но... Ну, понятно. Да, на Германии я смотрел машины, конечно, их пробег уже такой у всех где-то, наверное, в районе 100 и выше. Если вы в Германии видите машину, у которой пробег меньше 100, значит, это поляк уже успел стать посредником между дилером и вами. Потому как, вот представьте себе психологию немца. Немец, он всю жизнь очень рачительный, очень жлобистый, очень прижимистый. Он с какой стати будет избавляться от машины, которая не добежала до рокового ТО, и которую он не выкатал еще до последнего? Вот, потому что, знаете, это все наши сказки о том, что немцы богатые, и поэтому немцы всю жизнь по заполнению пепельницы меняют себе машины. Чтобы немец продал BMW с пробегом меньше 130-140 тысяч, такого не бывает. Если посмотреть дилерские сайты, где у них площадки трейд-ина, то нормальный пробег для трешки это где-нибудь от 140-150 тысяч. И только для русских специально, да только для вас, 85-90 тысяч, не бывает. Ну, понятно, что захотят, то и нарисуют. Конечно, конечно. Но вот чем хороший официальный дилер, сколько я с ними общался, у них, поскольку это все-таки уголовщина, то с ними разговор идет по-честному. И когда ты просишь у них официальную биографию машины, особенно это хорошо в деревнях. В маленькой деревне, где Герр Шульц продает свои 8 BMW, является местным дилером всего вот этого огромного города, в котором живет 8 человек таких же. И он прекрасно знает, что через несколько лет он эту машину получит в трейд-ин. Вся биография этой машины у него. И вот там, не в большом городе, а в маленькой дырке от Бублика, там как раз всегда они идут навстречу. И если видят вас реального покупателя, а не просто интересующегося туриста, то они вам дают полностью всю распечатку всей биографии этой машины. вы прекрасно видите, что, когда, где и как, полное совпадение с сервисной книжкой. И вот тогда, да, действительно, вот у нее честный пробег, всего лишь 280 тысяч. Ни одного ДТП, ни одной замены после травмы подвески, не вырывал амортизаторы, не крушил никогда бампером местные сугробы ввиду их отсутствия. После этого можно брать. А все остальное, машины из Германии, ха-ха, три раза. Там очень много поляков, турков и прочих достойных румын, которые замечательно совершенно сориентированы на нас с вами. Да, да, я наслушаю про это. Сергей, а еще такой момент. Либо седан, либо купе. Не имеет значения, в общем-то, по сути? Или какие-то подводные камни, какие-то нюансы? Ну, только для вас, потому что сколько вам дверей надо, сколько у вас трепетных барышень будет нежно повизгивать в повороте и будет плюсом или минусом отсутствия дверей, а сама по себе конструкция машины сделана по одному и тому же лекалу. Спасибо, не буду больше драгоценное время у других отбирать. Ай, приятные хлопоты. Кирилл, здравствуйте. Алло. Алло, алло, алло. Вас и не видно, и слышно плохо, Кирилл. А вот сейчас нормально меня слышно? О, сейчас замечательно. Такое ощущение, что вы наконец-то взяли мегафон и вышли на площадь. Ну, вроде того. Я вот наконец-то звонился. Вы дождались, и я дождался, Кирилл. Через это я очень доволен. Я, в общем, по какому поводу звоню? Тема мне ваша очень нравится сегодняшняя. Замечательная тема про этот вертолет. Я обожаю. Я там ПВОшник, и поэтому я улыбаюсь каждый раз про этих летунов. Ну, в общем, фиг с ними. У вас профессиональная ухмылка на лице, Кирилл, я так понимаю. Да, легкая. Я знаю, где на этом ПЗРК тумбля, который переключает включение-отключение системы свой-чужой. Ну, в общем, это какой-то кошмар. Это безобразие первой гильдии, конечно же. Эти наши правители, и то, как они относятся к своим собственным гражданам, которые их якобы выбирают постоянно. А может мы не граждане, Кирилл, может мы подданные? Ну, крестьяне, скорее всего, крепостные какие-то, знаете, мешаются тут, бегают, что-то делают, нефть копают. Мне всегда эти самые, вспоминают игры про леммингов, которые вот бегут, 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 и вот вроде как надо бы всех спасти, но кого-то не получается, ну и ладно. Ну, в общем, какая-то такая. Статистика, да. Да, статистика. Все, все это. Я вот с чем звоню. Вопросов у меня, конечно, нет, потому что машина у меня замечательная, я хотел как раз похвастаться. Давайте. Потому что машина Сузуки СХ4 на механике с 1,6 двигателем, она мне очень нравится. Вот. И я тут давеча пятницу, кажется, вы ее так расхвалили, что я хотел ее менять на Гранд Фитару. Ну, можно. Да, а потом подумал, государство поставило меня немножечко раком и заставило меня платить ипотеку 30 лет, вот, потому что по другому квартиру не купить. Вот. Ну, честным образом, я имею в виду, разумеется. Вот. Поэтому, конечно, Гранд Фитару очень хочется, но следующая машина будет точно такой же СХ4. Я вот надеюсь, что они не перестанут делать такие замечательные машины. Вы на это что-то ничего не слышали? А вы еще не видели, кстати, они же уже сделали СХ4. Ну, вот, да, я вот это вот видел, но, так как он еще нигде никуда не ездил, он еще нигде не фотографировался толком. Вот. И что там за двигатель? А, это самое. Меня, конечно, очень возбуждает эту замечательную стеклянная крыша сдвигающаяся, очаровательная. Ну, как-то, и другой класс вроде стала, она была поменьше. Да нет, то все то же самое осталось, она один в один. То есть такая же, делается она там же, в Венгрии, на том же самом заводе, при этом она не делается абсолютно. Это вот как раз новости в будущем времени. А вы знаете, мы сейчас вот-вот, через 30 секунд, через 29, через 28, через 27 изобретем такую машину, и она будет такая из себя, она будет называться Сузуги СХ4. А пока, ну, знаете, пока мы ее только сделали. Причем, я ее посмотрел, она вот ровно в рамках идеологии. Такой же, аккуратно, рубанком, при помощи Папы Карла выструганный салон. Ой, это надо просто включить погромче моторхед. Если вы ее сверчок в салоне, то надо включать что-нибудь погромче. И по металлике. Металлика отлично. Слушайте, а Бленд Гардиан разве не пойдет? Очень хорошо. Вот замечательно тоже. Да-да-да, как раз. И особенно, если у вас машина полноприводная, вы так вваливаете себе под Бленд Гардиан в поворот, и так вот траекторию распрямляете, и хорошо пошла. И хорошо, и педалечку. Ой, очаровательно. А моторчики у них конечно фантастические, по-прежнему. Мне тоже очень нравится. Вот этот 1.6, и они как раз, у нас ведь опробовали, что такое их Сузучи 1.6 под Евро-5 без турбины, что-то там в 130 лошадиных сил, они его сунули в Свифт Спорт. И аккуратненько привезли к нам. Причем они как привезли. Вот этот вопрос мне очень интересно. А Сузуки, они ребята очень толковые. Вот, казалось бы, маленькая фирма, делающая традиционно неказистые машинки, но, вот для того, чтобы в нашу страну притащить эту штуку, они взяли двух дружных журналистов и сказали, ребят, вот вы много ездите, там, Москва, Питер, а вы не могли бы на наших вот этих моторчиках покататься полгода, одно условие, заправляться только на помойке? Вот чтобы подавилось, вот чтобы вдребезги, чтобы насмерть. Я так в Украине один раз подавился, поперхнулся, и машина не едет больше ста километров в час, ну, как только педаль не нажимает. Таких цифр на датчике среднего расхода я вообще в жизни не видел. Я, конечно, заподозрил неладное, когда мне прямо на колонке прямо около пистолета предложили рассчитаться. В общем, это был просто какой-то... Это был Василий Алибабаевич? Это я не знаю. Там наша компания продавала свои, видимо, активы. Она выглядит, заправка вроде как наша, ну, вроде как известная. Вот, только она вроде называется только наше качество, ну, известно. Известно на весь свет своим качествам. И, в общем, это какой-то кошмар. Подделок под лукой очень много, в том числе и в Украине, не говоря же о том, что вы в России. Да, это просто какой-то ужас. Так вот, к разговору о Сузуке, они на полгода отдали эти две машины и заправлялись они только всякой ерундой, только ослиной мочой имени Василия Алибабаевича, который забавлял все это дело. И только после этого они, утащив машины к себе обратно, проведя тщательный аудит, поняли, что бы там подкрутить и предложили эти двигатели на наш рынок. Молодцы. Вот великолепный подход. Так серьезно работать с нашей страной, хотя, казалось бы, для Сузуки далеко не приоритет. Они никак не могут подпрыгнуть до планки 40 тысяч в год. И вот этот мотор, именно этот мотор, он как раз и будет на SX-4 следующего поколения. Они сейчас как раз думают, они сообразили какой-нибудь новенькой названец им. Ну, там, какой-нибудь Трын-тын-тын, как у них вот Кизаши, которые, да, все учили вот это, Кизаши, и потом как-то не очень поняли, что это такое, потому что лучше уж пусть будут хотя бы циферки, но машинка придет, и она будет, и я думаю, что еще штук 8 премьер мы проживем. Нам эту машину сейчас покажут во Франкфурте, потом нам эту машину покажут где-нибудь в Париже, потом нам покажут ее в Женеве, потом нам покажут ее во Франкфурте, потом будет премьера в Женеве, потом будет премьера в Париже, потом нам покажут ее в Москве. Ну, наконец, надо будет сходить да посмотреть. А вот этот спорт, который не дает мне спать по ночам, я на него смотрю, свист, я имею в виду, этот спорт. Я как-то его увидел на Хабаровском дроме, желтый, яркий, с правым рулем, с механикой и с каким-то двигателем, и потерял покой прямо. Вот эту, конечно, штуку очень хотелось бы попробовать. Почему-то я не нашел нигде у нас даже вторичных объявлений, сейчас не вижу. Может быть, не сезон, конечно, продавать такие машины. Спорт вообще официально заявлен, и на сайтах официальных дилеров он присутствовал. Продажи я, честно говоря, не заметил. Я не помню, чтобы кто-то купил эту штуку. Я вот на ней ездил, на этой машине. Ну, конечно, это потрясающе. Но она требует внимательного взгляда за поворот и на километр вперед, потому что она же низенькая. Она же не знает, что спортом можно заниматься в том числе и на дне сточной канавы. Она считает, что ее спортом можно заниматься только на ровном асфальте. Ну, она такая, она в этом отношении оптимист. Правда, я-то на ней катался в Японии, а там был достаточно ровный асфальт на их полигоне. Ну, машина мне очень понравилась. Она настолько грамотно сделана, настолько сбалансирована. Вот как раз к разговору с предыдущим Ильей, в самом начале открывшим наш час и дискуссию по поводу американцев. Американцы сделаны с запасом, и японцы сделаны без запаса. Американцы сделаны сварены из швейлеров, из труп водопроводных, под наш менталитет. И японцы с высочайшей весовой культурой. И то, и другое имеют право на жизнь. Конечно, на каком-нибудь доджрам на нем можно таранить в том числе и гастарбайтера на КАМАЗе, а на SX-4 от него можно очень классно уворачиваться. Или, например, на свифте. Наступила на педальку, и она как раз, как надувная женщина, свистнула и улетела куда-то. — Да, это точно. Вот это мне механика на моем SX-4. Очень, да, очень. — Сколько у вас побежал? — Спасибо вам большое за передачу. — У меня это самое, у меня... — Цифру, цифру, цифру. Их не успели, новости. 65, 10, 9, 9 и 6. Продолжаем наше приятное общение. Борис, здравствуйте. — Здравствуйте, Сергей. Мне вот очень нравится ваша передача. Мне вот очень сильно повезло. Я смог до вас еще раз дозвониться. Это просто... — Причем, Борис, если бы я до вас пытался дозвониться, мне бы не повезло. Я бы не дозвонился. Алло. — Да-да. Вот у меня вопрос такой. Вы очень часто хвалите дизельные автомобили вообще. И я вот тоже почитал многие ваши выпуски. Вот на целый год назад часть прослушал, часть прочитал. У меня вот такой вопрос. — Какое терпение. — Все плюсы. — О, Борис. — Да-да-да. — Вы как-то так интенсивно жмете лицом на кнопочки? — Да, нет, постараюсь не жать. Да, вот у меня вопрос следующий. Я про все минусы как бы уже услышал и прочитал от вас. Но плюсы как бы то, что он тяговитый и вообще вот как бы современные дизеля, они не такие как бы прихотливые для владельца, то есть их можно нормально эксплуатировать. Но меня вот такой вопрос смущает. У меня относительно небольшие годовые пробеги. Вот там от 10 до 12-15 тысяч. И многие говорят, что по математике это получается, ну, в общем, крайне неразумный как бы выбор. А вот что вы скажете по этой теме? — Во-первых, они, дизеля, все более и более прихотливые. И они, конечно, не грузовые. Если раньше дизель был в основном от трактора, то теперь дизель — это отдельная школа строения двигателей под легковые машины. Дизельные летают интереснее, бегают быстрее, с ними резвее и так далее. Но они очень прихотливые. И Mazda, например, CX-5 со своим Sky-активом дизельным, она как раз подтверждение того, что эта прихотливость может завести в тупик. Тупик сейчас уже начнется. Очень прихотливый мотор. По поводу математики и пробегов, это все-таки не совсем правильный подход, потому что быть математиком в одном и в таком случае не быть математиком в другом — это полумеры. Будучи математиком, Борис, посчитайте. А зачем вам машина, если вы проезжаете 10 тысяч километров в год? Вообще, в принципе. Если вы будете ездить на попутках, на такси, либо на машинах друзей, либо зайцем запрыгивая на ходу в грузовик ЗИЛ-130, проезжающий мимо, вам обойдется быстрее, дешевле. Потому что пробег любого автомобиля 10 тысяч в год, а страховка, а нервные переживания, а зимняя резина, а техобслуживание, а взятки милиционерам, например, в виде государственного технического осмотра, опять-таки математика не в вашу пользу. И когда вам говорят в прямую, такой западный подход, если вы таксист, и у вас 200 тысяч в год, дизель для вас выгоден, если вы не таксист или, например, не работаете на скорой помощи, для вас он не выгоден. Не играет это никакой роли. Если машина хорошая и вам нравится, то вы по-любому на 10 тысяч в год покупаете то, что вам не очень нужно. Она не очень нужна в том виде, в котором она есть, в таком количестве железа, в таком весе, в таких налогах и так далее. Но ведь есть же, но здорово, но нравится. Вы сели, поехали, получили удовольствие, решили какие-то свои вопросы, а потом вот эту машину стоимостью 500 тысяч, миллион, полтора миллиона, поставили в уголок двора, и эти полтора миллиона стоят. Единственное, что они делают, это истощает вашу нервную систему своими затратами. То есть математика здесь не играет роли. Здесь как раз самый, как ни парадоксально, женский каприз. Нравится, не нравится? Вот если нравится, да еще с дизельком, да она классная, да какая разница, сколько в конце концов вы выбросили денег на ветер, приобретая этот нерациональный автомобиль. А если жизнь мерить логарифмической линейкой, то вы помните, как Саша Корейко. Он не ел, он питался. И яйцо он с собой брал на работу не вкрутую сваренное, а он ел мерзкое остывшее яйцо, сваренное в мешочек, потому что на то, чтобы сварить в мешочек, нужно меньше керосина. Вот это был образец как раз того самого рационального подхода, который нам с вами чужд. Знаете, у меня машина стоит пять дней в неделю, например, под окнами, но зато два дня за рулем этого автомобиля, я доволен ею полностью, штуковиной этой, и она выполняет все абсолютно задачи моей семьи. А я в своей семье работаю шофером. И моей машине мне это нравится. То есть нерациональный подход. Да, спасибо большое. Мне вот он как бы тоже, этот подход ваш очень близок. А можно тогда еще маленький вопрос? Вот если рассматривать седаны D-класса, ну, например, там 508 Peugeot, Citroёn C5, Superb и нелюбимый вами Passat. У них у всех есть в гамме дизеля, и что касается Superb и Passat, есть маленький приятный бонус в том, что дизельные машины не с ДСГ, а, насколько я понимаю, с обычным автоматом. Да, при этом вы очень хвалите, что Peugeot маленькие дизеля делает чуть ли не лучше всех в Европе или в мире. Об этом нельзя говорить в открытую, но так и есть. Лучше, чем Peugeot дизеля, в принципе, никто их делать не умеет. Да, и плюс они там многим поставляют их по каким-то там каналам. Весь Форд ездит, знаете ли, Ягуары или, например, какой-нибудь там Range Rover Evoque, у него стоит Peugeot дизель. А вот если вот между вот этими четырьмя автомобилями, вот какой бы ваш был бы совет или рекомендация? Я бы не брал Passat только потому, что он переоценен, то есть это же обычный B6, но после рестайлинга. Мне кажется, это невежливо по отношению к клиенту перекрасить забор, а потом сказать, что «А мы вам новый забор построили, вы нам заплатите как за новый», а поскольку мы еще при этом имеем руки, выращенные в нужном месте, соответственно, в два конца. Просто Passat не стоит своих денег и за эти деньги не представляет из себя столько автомобиля. «Суперб» в этом отношении гораздо честнее, тем более сейчас на наш рынок приходит уже рестайлинговый «Суперб». Машина, вот откуда ни посмотри, очень здравая, очень правильная. А два француза, тем более с дизелями, у них стоит шестиступенчатый «Айсин», тоже, в общем, не самые плохие автоматы на свете. Полмира ездит на «Айсинах», и на этих же «Айсинах», например, катаются те же самые немцы. Вот и тот же самый Passat, и тот же самый «Суперб». Благо поставщик у них один. Но «С5» — это, конечно, в первую очередь красота безудержная, не всегда рациональная, но очень интересная, плюс гидроктив. А «508», да если еще с двигателем 2.2, с дизелем, да на двухрычажной передней подвеске, эта машина до «508» по управляемости далеко и «С5», и «Супербу», и «Пассату». И если у вас молодой задор на «Рубь-40» в поворот просыпается регулярно, то «508» 2.2 «ГТ-шка» — это будет замечательный совершенно аппарат, дополняющий вашу парящую над дорогой душу. Понятно. То есть вы считаете, что если «508», а если не брать «Гран-туризма», то это будет неудачный выбор? Это будет достаточно удачный выбор, но тогда он моментально встает в общий ряд, потому что спереди у него будет обычный «Макферсон», точно такой же, как у «Суперба» и у «Пассата». Эта машина остается лучше «Пассата». Вот насколько «508» лучше «Пассата»? «508» лучше «Пассата» всего лишь в 100 раз. Ну, может быть, в 150. И «Пассат» на фоне «508» в принципе должен был бы застрелиться, упасть под откос, отстегнуть колеса и сказать их «Бен больной». Сдох. «Хэндэхо» «Хаусвайс». «508» просто это другая точка отсчета автомобилестроения. И вершина, конечно, сиятельной короной и бриллиантами усеянная, это 2.2 GT с дизелем. Но и «508» на переднем «Макферсоне» это, тем не менее, тоже очень достойный автомобиль, но она не «лучше-лучше-лучше-лучше». Она просто лучше, чем «Пассат». И имеет право быть на равных принятой ко двору «Супервум» и «Ц5». Хотя, конечно, «508» по шумоизоляции, если посмотреть у «508» в любую совершенно кузовную щель, засунуть нос под любой коврик, в этом увидите 5, а иногда 10 сантиметров термо-шумоизоляции. Такого себе не позволяет практически никто. Так очень редко бывает, ну вот, может быть, у «Сангенга» акциона нечто подобное, у нее действительно фантастическая шумоизоляция. «508» — она в этом отношении обыграла тот же самый «Пассат» просто навсегда. «Пассату» не снилось то, что сделали французы по шумо- и термоизоляции. Очень теплая, очень тихая машина. А можно тогда еще прям совсем маленький короткий вопрос, чтобы не засорять кефир? А вот такая специфическая машина, как «Гран-Туризма» «508», она не получится, что из-за своей редкости относительной и специфичности она там отъезжает там 5-6-7 лет, что она потом реально будет неликвидна на вторичном рынке? Ликвидным из них на вторичном рынке будет только «Пассат». Если вы покупаете ботинки в расчете на то, что потом с удовольствием продадите их в комиссионке и заботитесь о продажной цене шнурков, и думаете, какие подковки бы поставить, чтобы подороже продать, то, конечно же, только «Пассат». «Пассат» у вас заберут с удовольствием, если не угонят до того. Любая машина, что «Суперб», что «Ц5», что «508», она вторичного рынка, такого безудержного, как «Пассат», конечно же, не имеет. И вы будете иметь серьезную потерю в цене по «508». И, знаете как, если вы любите хорошие вещи, то тогда уже определитесь. Либо вы покупаете хорошую вещь для себя и ей пользуетесь, либо вы пользуетесь какой-нибудь очень средненькой вещичкой, зато точно знаете, что потом она пригодится тете Мане на развале, где она у вас ее возьмет по сходной цене. Для кого? Для себя или для нее? Я почему-то спросил, потому что я на машинах езжу долго, ну, 5 лет минимум, а обычно 7-8 минут. Правильно, 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 и я тоже именно так и езжу, и сразу, как только купите любую из них, обязательно заклейте ее прозрачным пластиком, чтобы 8 лет у вас не было на кузове ни единой царапины. Да, я даже помню адрес на коровьеву валу. Да, но... Я сейчас собираюсь туда заглянуть. Причем, по-моему, с коровьевого вала их потеснили, они открыли себе где-то целый завод по обклейке машин, но это будет очень правильно. У вас и машина будет в отличном состоянии, проблем с ней никаких. А перед продажей, если вы захотите, вы эту пленку снимете, и к той тете Мане, к которой вы будете апеллировать и к ее кошельку, вы предъявите в том числе без единой царапинки в идеальном новом состоянии кузов, от которого она ахнет и вам не поверит. Скажет, а что вы мне крашеную-то продаете? Я не хочу. Дайте мне какую-нибудь попиленную, я сразу поверю, что она была такая вот в эксплуатации. Либо с пленкой продавайте. Это сразу вызовет у нее... Знаете, как люди любят эту пленку, они говорят, ну, хорошо, оставьте. Вот не стесняйтесь в выборе машины под себя. Вам 8 лет с ней жить в радости. За эти 8 лет у французов изменений серьезных не произойдет. Пассат еще два раза нагло наврет, что у него B7, B8, B9, B12, и это будет та же самая машина. До завтра.